Здравствуйте, я Коннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Вы сегодня подключитесь к этому. Мы отлично проведем время, говорю вам. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим тебя сегодня за эту передачу. Да. Мы открываем свое сердце, мы открываем свой разум для откровения с небес. И мы благодарим тебя за него, мы принимаем его, мы имеем уши слышать. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Сегодня особый день откровения, говорит Господь. Откройте свое сердце, откройте свой разум для того, что у меня сегодня есть для вас, о чем большинство из вас никогда не слышало или не думало. Итак, радуйтесь и понимайте, что я посреди этого, говорит Господь. Да, мы принимаем это. Слава. Слава Богу. Аллилуйя. Да. Аллилуйя. Что за день? Это очень необычно. Это очень необычно. Господь просто... Мы слушаем. Слово от Господа пришло прямо в самом начале передачи, не так ли? Аминь. Я хочу представить вам одного особенного человека, который появился внезапно в славе в моей жизни. Это просто удивительно. Прошлым летом Глория служила вместе с этой молодой женщиной и вместе с Келли на Гавайях. На женской конференции в Гонолулу. И Глория, вернувшись домой, говорила об этом. И Келли, вернувшись, говорила о ней, о ее служении и о ее жизни. Что ж, конечно же, я должен был подключиться к этому. Я начал читать ее книги и подумал. Да, вот что. Мы пригласим эту женщину на нашу передачу. Хвала Господу. Поэтому давайте вместе поприветствуем доктора Кэролан Лифф. Большое спасибо. Спасибо. Кэролан, большое спасибо за то, что вы приехали к нам на эту передачу. Большое спасибо. Мы любим и ценим вас. Для меня это такая честь. Я не знаю, где вы в последний раз... Вы просто ворвались в нашу жизнь, и, боже мой, это такое благословение. Спасибо вам. Кэролайн. Нейробиолог. И позвольте мне сказать вам, что это такое. Она знает хорошие вещи о вашем мозге. Она занимается исследованием мозга. И нужно иметь много ума, чтобы исследовать ум. И у нее есть ум, чтобы это делать, понимаете? Слава Богу. Аминь. Давайте откроем второе послание к Тимофею. И мы посмотрим... Я хочу прочитать шестой и седьмой стихи первой главы. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, или здравого ума. Аминь. Слава Богу. И прежде чем мы начнем говорить об этом... Я бы очень хотел, чтобы вы поделились своим свидетельством и рассказали немного о себе. У вас на телевидении уже есть своя аудитория. И я не знаю, где был я. Вы были моим учителем. Вы этого не осознаете. Практически 30 лет вы были моим учителем. Вы с Глорией в буквальном смысле научили меня всему, что я знаю о том, что касается Слова Божьего. Каждая ваша книга, каждый ваш DVD, каждая ваша кассета, в те дни, когда еще были кассеты, у нас все это было. Это было прямо из... Какая честь слышать это. Поэтому вы были моим учителем, даже не зная этого. Знаешь, Глория, как в одном из комментариев говорилось, она одна из нас. Я одна из вас. И затем я узнал, что вы приехали из Южной Африки. Да. И, конечно же, у нас есть офис и сотрудники в Южной Африке. Уже многие-многие годы. Да. Мы снова будем там в следующем году. О, это замечательно. Слава Богу. Мы будем в Рэмах. Это замечательно. Это то, откуда мы. Да. Именно там маг родился свыше. Как вы сказали мне утром. Да, верно. Я проповедовал там, и ваш муж родился свыше. Да. Разве это не потрясающе? Нет, такое маленькое. Потрясающе. Это полностью изменило его жизнь. Это потрясающе. Вы полностью изменили его жизнь. Каждый раз, когда ему хотелось потянуться к бутылке, он тянулся к одной из ваших книг или кассете, или девяти, неважно. И полностью освободился от алкоголизма, и стал воином для Бога и Духа Святого, и ходячей Библии. Слава Богу. Все изменилось. Все это изменило весь ход нашей жизни. Вот что так здорово. Да. В жизни и хождении в вере. О, безусловно. Божественные контакты. Да. И ты не знаешь, куда они приведут. Мы многие годы смотрели ваши передачи. Поэтому быть сейчас здесь с вами, об этом можно было только мечтать. Это честь. Слава Богу. И для нас, конечно же, честь то, что вы здесь. Расскажите нам немного свою историю. Я нейробиолог и изучаю когнитивные познавательные способности и проблемы, связанные с коммуникацией. Поэтому я изучала мозг, как вы сказали, и как то, что мы говорим и что мы делаем, отражается на том, что мы думаем. Поэтому я изучала мыслительную деятельность. Как мы мыслим. Что такое ум. Как ум изменяет мозг. Как ум вводим духом. Что собой представляет эта связка дух-душа-тела. И я смотрела на это с духовной точки зрения. И затем, как ученый. Я смотрела на это в целом, как ум изменяет мозг. Потому что я вижу ум и мозг как отдельные вещи. Я 30 лет занималась научно-исследовательской работой. Я сделала много научно-исследовательских проектов. Мы и сейчас занимаемся научно-исследовательскими проектами. Я 25 лет была практикующим врачом. И вот последние 6 лет я езжу по всему миру, уча о связи между наукоизучающей мозг и Библией. И у меня сейчас есть своя телепередача. По сути, это все, что я сейчас делаю. По 4 или 5 дней в неделю я на конференциях. Очень часто по воскресеньям я проповедую в церквях. Если бы вы сказали мне несколько лет назад, что я буду это делать, я никогда о таком и не мечтала. Потому что я была преподавателем, ученым, практикующим врачом. Сейчас я учу об этом по всему миру. И я проповедую, как я уже сказала, очень часто по воскресеньям в церквях. И учу людей, что у нас есть любовь, сила и здоровый ум. Что это нормально. Что мы можем выбирать. Что мы можем контролировать. Что мы можем избирать жизнь. Мы можем радоваться, несмотря на обстоятельства. Что то, что говорит Слово Божье, действительно истина. Знаете, наука является замечательным, осязаемым мостом между духовной и практической реальностью жизни. Потому что мы берем Слово Божье. И мы верим Ему. И вы любите Его. А затем в реальной жизни вы должны избирать жизнь. Иногда нет связи. И я вижу, что благодаря науке можно замечательным образом построить мост между первым и вторым. Я родилась выше много лет назад. Мне было 9 лет, когда я родилась выше. Поэтому я практически всю свою жизнь была христианкой. Поэтому для меня это вполне естественно, как для ученого, соединять ее со Словом Божьим, потому что Бог все сотворил. Поэтому я рассматриваю науку как то, через что Бог открывает, как Он все сотворил, как работает наш мозг, как мы функционируем физически, как функционирует физический мир, чтобы помочь нам приблизиться к Богу. Поэтому во многом я рассматриваю науку именно таким образом. Научный мир в общем и целом проигнорировал Слово Божье. Да. Но все потому, что им потребовалось много времени, чтобы нагнать его. Именно. Отстала не Библия. Нет, вовсе не она. Отстали они. И они по-прежнему отстают. Но если бы они начали со Слова Божьего, они продвинулись бы намного дальше, чем они пока продвинулись. Совершенно верно. Потому что старые научные открытия одно за другим умирают. Поэтому, когда что-то открывается, тогда возникает что-то новое, и что-то приходится изменять. И что-то постоянно продолжает изменяться. Понимаете, они принимают науку как что-то фактическое. Все оно так. Вот доказательства. Через пять лет это оказывается полностью неверным, и возникает что-то новое. Как будто Бог вдохновляет и открывает мало-помалу. Поэтому Он вдохновляет ученых открывать. Но если они не признают, тогда Он открывает следующий уровень и следующий уровень. И сейчас в научном мире происходит что-то беспрецедентное, чего раньше не происходило, а именно порядка 20%. Я думаю, что от 20 до 25% ученых, которые не верили, сейчас начинают верить. Потому что наука выходит на настолько революционный уровень, что традиционный эволюционный подход просто не работает. И большинство ученых скажут, если вы спросите у них, зачем они делают то, что они делают, те, кто занимается квантовой физикой, и другие действительно умные люди, если вы спросите у них, какова ваша цель, они всегда отвечают, мы пытаемся узнать, кто мы и откуда мы пришли, что возвращает нас к тому, что вы только что сказали. Мы знаем, кто мы, и мы знаем, откуда мы пришли. Мы от Бога. Понимаете? Поэтому, как сказано в первой главе Колоссянам, я думаю, это с 15 по 18 стихи, мы все пришли от Бога, мы все одно с Богом, и именно на это указывают все признаки. Вот почему мне это нравится. Слава Богу. Потрясающе. Аминь. Вы затронули. Действительно. Помоги мне, Господь. Откровение Слова Божьего. Такое, как пленяя всякое помышление в послушании Христу, или в послушании Его помазанию, и не спровергая замыслы, аргументацию во втором Коринфянам. Да, 10-5. В 10 главе, в 3-м, 4-м и 5-м стихах. Где говорится о том, что оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. И я увидел в Слове Божьем то, что мы были сотворены иметь твердыни, но нашей твердыней должно быть Слово Божьем. Да. Нашей твердыней должно быть хождение в любви Божьей и в силе прощения. Да. Это наделенные силой вещи. Они сильные. Вот это слово, переведенное как «сильные», означает способность совершить что угодно, возможное или невозможное. В буквальном смысле, помазание живого Бога, которое пребывает в нас. И это означает, что твердыня, чего-то другого, о чем Бог не сотворил нас думать и помышлять. «Думайте только о том, что является хорошим, справедливым, любезным, достославным, что только добродетели, похвала» и так далее. Когда вы выходите за пределы этого, вы оказываетесь в опасной зоне. Невословно. И затем ко мне попала ваша книга. Я сидел и читал ее, и я думал, «О, да». И вы там пишете о том, что наш мозг создан для любви и прощения. Здорово. Разве не так? Да. Вот что просто шокировало меня. Вы пишете, «Когда вы думаете о чем-то отличном от этого, вы фактически повреждаете свой мозг. Вы физически повреждаете свой мозг». Я подумал, «Оооо». Разве это не удивительно? Есть так много открытий. Я прихожу в восторг каждый день. Именно для этого у меня здесь есть эти деревья, чтобы подчеркнуть то, что вы только что сказали, поскольку вы отметили действительно хорошую отправную точку для понимания этой концепции. Потому что, как вот это зеленое дерево представляет зону любви, поэтому, если вы думаете о том, что мы созданы для любви, у нас есть дух любви, силы и здравого ума. Поэтому это зона любви. У нас нет духа страха. Это зона страха. Итак, это зона любви, а это зона страха. Мои мысли — это что-то реальное. Они занимают реальное место, потому что Бог говорит, пленяйте всякое помышление, всякую мысль. Поэтому с точки зрения науки мы видим следующее. Сейчас, когда вы меня слушаете, я генерирую сигнал. С квантовой скоростью ваш мозг обрабатывает этот сигнал. Это активирует вашу ДНК и запускает процесс синтеза белка, который физически захватывает слова, которые вы слышите, как я говорю. И поскольку мы говорим слова жизни, мы формируем здоровые мысли. И мы предназначены формировать именно здоровые мысли. Все, все химические вещества, нейромедиаторы, структура, приводящие пути, все, связанное с мозгом и телом, создано только для зоны любви. Любви, силы и здравого ума. Поэтому, когда вы делаете неправильный выбор, белок по-прежнему синтезируется, ДНК по-прежнему активируется. То есть этот сигнал по-прежнему активирует ДНК, в результате чего запускается синтез белка. Но белок приобретает неправильную структуру, поскольку мы не предназначены для искаженного сигнала. Поэтому, когда мы делаем неправильный выбор, такой сигнал заставляет белок приобретать неправильную структуру. То есть мы по-прежнему формируем мысль, поскольку так оно предназначено Богом. Это просто представляет собой разум, ум. Ум управляет мозгом, то есть мозг попросту как фотокопировальная машина. Он захватывает, фиксирует мысли, и если это искаженный сигнал, тогда белок приобретает неправильную структуру. То есть мы по-прежнему формируем мысль, но в мозге она выглядит по-другому, и это отклоняется от нормы. Такова модель повреждения мозга, и я смогу поговорить об этом больше по мере того, как мы будем разбирать другие моменты. Но суть в том, что она выглядит по-другому, она воспалена, и из-за этого тело подвергается негативному стрессу. Поэтому это, по сути, повреждение мозга. Это нейродегенерация в нашем мозге, которая приводит каждый токсичный выбор. И в послании к римлянам 12.2 говорится об обновлении ума. Когда мы обновляем наш ум, тогда, по сути, мы можем пленить их всех. Мы можем нашим правильным мышлением пленить их и в буквальном смысле слова разрушить их. То есть посредством своего ума мы можем формировать, создавать их, и посредством своего ума мы можем разрушать их. И это требует времени. Требуется 21 умноженное на 3. То есть требуется 63 дня, чтобы удалить эти вещи из своей головы. Поэтому мы не связаны ими. То есть что мы подключаем, мы можем и отключить. Требуется 21 день, чтобы проложить новые пути. Да, 21 день, чтобы разрушить одно. Затем еще 21 день. Два цикла по 21 день, чтобы создать другое. По мере того, как вы разрушаете, вы формируете, создаете здоровую замену. И затем требуется еще 21 день. Два цикла по 21 день. То есть всего 63 дня, чтобы, по сути, сформировать новый путь. Должно быть, это имеет огромное влияние на хронические заболевания. О, безусловно, невероятное. Оттуда оно и исходит. В обоих этих случаях, когда я сейчас сижу и смотрю на одно и на второе, у вас не просто есть мысли. Они будут порождать слова. Совершенно верно. Потому что слова порождаются мыслями. Слова не являются какими-то случайными событиями. Сначала мы думаем, затем мы... Затем вы говорите. И когда вы говорите их, они становятся реальностью. Именно. Там они и так являются реальностью. Но когда вы говорите их, вы усиливаете их. Они становятся больше. Они становятся сильнее. Вы наделяете их большей силой. Когда вы говорите слова, Иисус сказал, «Я говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Именно. То есть Иисус получал свои слова от Бога. Он говорил только то, что слышал. Да. Как говорит его отец. Он делал только то, что видел, как делает его отец. Поэтому его мысли подпадали под 55 главу книги пророка Исаии, в которой Бог сказал, «Мои мысли выше мыслей ваших. Мои пути выше путей ваших». Да. Но он потом не сказал, «Ну, я знаю, что все это так, глупцы, но вам просто придется». Нет, нет. Он сказал, «Но мое слово исходит, поэтому с его словом мы поднимаемся на его уровень мыслей». Мы используем его слово, чтобы делать операцию на головном мозге. Мы используем его слово, чтобы уничтожать это. Только подумайте, насколько точным является слово Божье, когда говорит об обновлении вашего ума. О, да. Это то, что вы делаете. Вы обновляете. Да. И обновляя свой ум, вы не сообразуетесь с этим миром, но преобразуетесь обновлением ума вашего. Слава Богу. Слава. Это удивительно. У нас осталось буквально 3-4 минуты, и есть что-то, о чем я хотел спросить вас с тех пор, как прочитал ту вашу книгу, которая первой попала ко мне в руки. Когда Лазарь лежал у ворот богача, богач пиршествовал блистательно. Они оба умерли. Богач пошел в ад. Он увидел оттуда отца Авраама. И Авраам сказал ему, «Сын, вспомни». То есть, его мозг вместе с телом остались где-то там, в земле. Его дух в аду. Но его память не была повреждена. Вот вы о чем. То есть, его память, его ум, который является частью души, они не повреждены? Не повреждены. Дух, душа, тело. Да. Итак, мозг и ум — это две разные вещи. Две разные вещи. И я читал об этом в вашей книге. И вы научно доказали, что это две разные вещи. И я всегда знал, что это так. Но мы имеем дело с откровением и наставлением, заповедью. Вы имеете дело с открытием и научным фактом. И если научный факт согласуется с Библией, это научная истина. Но в любом случае, я очень хотел услышать вас на эту тему. Если мы не успеем договорить об этом сегодня, что ж, я хотел бы более подробно поговорить об этом... Да, хорошо. ...возможно, завтра. Разница между умом... И мозгом. ...и мозгом. Очень хорошо. Будет хорошо поговорить об этом. Это одна из моих любимых тем. Чтобы лучше это выразить, как я уже сказал, как служитель Евангелия и Пророк Божий, я имею дело с откровением... ...и пониманием, озарением, и затем это нужно как-то выразить словами. Понимаете? Это концепция и наставление. Потому что я не ученый. Но я бы сказал, что вы являетесь духом. У вас есть душа, состоящая из вашего разума или ума. Вашей воли и ваших эмоций. И вы живете в теле. И мозг — это жилище ума. Совершенно верно. Это... Да, дух, душа и тело. И ваш дух — это ваша интуиция, ваша совесть, ваша коммуникация. Ваша душа — это ваш интеллект и эмоции. И затем ваш мозг и ваше тело. Также формируют три части. Эктодерму, мезодерму, эндодерму. Также три части. Но это просто ваш мозг и тело. Мозг управляет телом, исполняет волю души. Душа исполняет волю духа, а дух — Вадим — Духом Божьим. Вот где мы предназначены быть Вадимом и Духом. Духом Святым Вадим — Дух человека. Духом — душа, душой тела. И когда нет этого порядка, что бы люди ни пытались и ни говорили, мертвый мозг не может породить ум. Если кто-то мертв, этот мозг уже ничто. Но если на протяжении жизни все три составляющие связаны в правильном порядке, это деятельность и жизнь, которую мы можем видеть в работе ума. Поэтому мы можем описать ум на духовном и на физическом уровне. Потому что ваш ум, будучи вашей душой, являющейся вашим интеллектом и эмоциями, одной ногой стоит в дверях духа, одной ногой — в дверях тела. Поэтому то, что мы делаем с нашей любовью, силой и здравым умом, будет влиять на физическое, и оно будет влиять на духовное. В Библии сказано во втором стихе третьего послания Иоанна, «Я хочу, чтобы ты был здоров на уровне духа, души и тела. Я хочу, чтобы ты преуспевал. Твоя душа должна преуспевать. Душе нужно преуспевать». Как преуспевает душа твоя? Как преуспевает душа твоя. Поэтому, если ваш ум не преуспевает, ваше тело не будет преуспевать. Ваш дух не будет преуспевать, потому что посредством своего ума мы выбираем читать Слово Божье. Посредством своего ума мы выбираем обращаться к Слову Божьему. Мы выбираем слушать это. Наше время подошло к нам. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте! Это передача «Победоносный голос» верующего. Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся и сразу приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Спасибо, Господь. Отец, мы прославляем Тебя, мы благодарим Тебя, мы открываем свои уши. Иисус, Ты снова и снова говорил, когда был на этой земле. Кто имеет уши слышать, да слышит. Что ж, Господь, мы имеем уши слышать. Спасибо, Господь. Мы берем это. Мы открываем сейчас наши уши во имя Иисуса. Да, спасибо, Господь. И мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя за откровение с небес. Аминь. Слава Богу. Давайте вместе поприветствуем нашего гостя, доктора Кэролайн Лив. Спасибо. О, это такое благословение, то, что вы здесь, слава Богу. Мы так рады, что вы здесь. Спасибо, так здорово быть здесь. Эта женщина поставила на уши научный мир, слава Богу, потому что, помимо всего прочего, она нейробиолог, но она в служении. Она начала со Слова Божьего, и затем начала заниматься научной деятельностью в области науки, связанной с мозгом. И она знает о мозге столько же, или даже больше, чем кто-либо из живущих сегодня. И позвольте мне уточнить это, потому что Господь показал мне это в отношении ее. И это исходит из того факта, что она знает Слово Божье. Благодаря этому она находится впереди всех остальных ученых, изучающих мозг, которые не знают Слова Божьего, поскольку Слово Божье уже истина. Аминь. Если вы начинаете заниматься чем-то, зная, что Слово Божье истина, и Библия права, и научно правильно, и наука нагоняет ее, и чем больше у нас есть откровения Слова Божьего, тогда тем больше у ученых есть откровения науки. Но все возвращается к телу Христову. Мы ходим в Слове Божьем и в откровении Слова Божьего, особенно последние 50 лет. Больше, чем какое-либо другое поколение со времен Адама. Аминь. Поэтому, чем больше тело Христово принимает верой и ходит в том откровении, которое приходит на землю Духом Святым, тем больше доступно ученым, независимо от того, знают они Бога или нет. Они не знают, откуда к ним приходит какая-то идея. Но они думают, о, посмотрите на это. Но это всегда Бог. Всегда Бог. Но когда в чем-то пытается разобраться рожденная свыше, крещенная Духом Святым, живущая, говорящая, исповедующая Слово Веры, Чадо Божье, она всегда впереди, потому что она слышит от Духа Божьего, и Господь может сказать ей, в чем здесь истина. Благодаря этому она на шаг впереди тех, кто исследует и застревает в том, что не является истинным. Она говорит с тем, кто сотворил этот мозг. Да. Аминь. Здорово. Да. Здорово. Она говорит с Творцом. Да. И Он открывает. Аминь. Да, аминь. Добро пожаловать, Каролайн. Давайте вернемся к нашему базовому местописанию во 2 Тимофея в 1 главе 7 стихе. Ибо дал нам Бог Духа небоязни. Нет. Позвольте мне прочитать вам, как он звучит буквально. Ибо Бог не дал нам Духа страха, но Он дал нам Дух силы, Дух любви и Дух здравого ума. Да. Если ваш ум полон страха, он не является здравым. Вы можете думать, что у вас здравый ум. Ну, знаете, с моим умом все в порядке. Но, если у вас действует страх, у вас не здравый ум. И это фактически будет влиять на ваш мозг. Это в буквальном смысле приведет к повреждению мозга. Я узнал это от доктора Лив и говорю вам. Знаете, что мы делаем? Мы начинаем жить по-новому. Мы узнали здесь кое-что очень хорошее. Аминь. Аллилуйя. И в заключение прошлой передачи мы говорили о том, что открыл Иисус, когда сказал, «Был богатый человек, который каждый день пиршествовал блистательно. И Лазарь лежал у ворот его в струпьях». И так далее. Они оба умерли. И Лазарь был отнесен на луна Авраамова, а богач пошел в ад. И он поднял глаза свои и увидел отца Авраама. Да. Он узнал его. То есть он знал больше, чем он знал при жизни на земле. И Авраам сказал, «Сын, вспомни, когда ты был на земле». То есть его память... Не была повреждена. Не была повреждена. То есть она находилась не просто в его мозге, поскольку его мозг лежал где-то в могиле. Именно. Разлагался. Да, его больше не было. Но память осталась. Да. Поэтому есть очень четкое разделение между умом и мозгом. Ум использует мозг. Да. Поэтому если ум использует мозг, значит он может физически изменять мозг. Да. И именно от этого я пришел в такой восторг, потому что... Могу я коротко о чем-то сказать? Да, конечно. Я пришел сюда, чтобы послушать вас. Мне нравится вас слушать. Мне кажется, ты все равно нам это скажешь. Вы приехали сюда не для того, чтобы слушать меня. И я хочу... Я люблю вас слушать. Я все равно вам это скажу. У меня золотая ручка, поэтому я главный. Я заметил, когда мне исполнилось 70 лет, в семье моей мамы, на которую я очень похож... Да. Все они, о ком я что-либо знаю, на протяжении нескольких поколений не жили дольше, за исключением моей прабабушки. Но она, по сути, была не по мужской линии той семьи. Моя мама умерла в 77 лет. Мне сейчас столько лет. Да. Ее отец, если идти дальше по этой линии, они умерли в 74, в 75, в 76 лет. И я заметил, что мое физическое тело начало сдавать. Я помолился об этом. Да. И противостал этому. И я спросил об этом у Господа. Я спросил, что происходит? И он сказал, твое тело пытается следовать за своей ДНК, естественной ДНК. И я вижу, изучив вашу работу, что можно на самом деле изменить свою ДНК. Да. Но если все делают одно и то же из поколения в поколение, у них с годами будет одна и та же ДНК. Это не просто то, что они унаследовали от своих родителей. Да. Поэтому он сказал, но раз ты был рожден свыше не от тленного семени, но от Слова Божьего, которое живет и пребывает вовек, в твоем духе у меня есть моя ДНК. И Бог сказал, если ты ухватишься за эту истину и будешь говорить Слово Божье в отношении этого, ты изменишь исход этого. Вы все измените. И понимаете, я тогда еще не знал, что я мог изменить свою ДНК посредством своих мыслей и слов. Но я заметил, что когда я это сделал, моя духовная ДНК арестовала этот процесс, и я уже прожил дольше, чем обычно жили в той семье. И я принял решение перед Богом прожить на этой земле 120 лет. Пусть будут дни их 120 лет, сказанных в Бытии 6-3. Поэтому, слава, тот научный факт, что вы на самом деле изменяете свою физическую ДНК, когда вы верите и говорите те мысли и слова, которые приходят от Бога, делает что-то с этим. Да. В книге Экклезиаста 7-29 говорится, «Я сотворил их совершенными, но они избирают идти своим путем». Поэтому мы берем это, «Я сотворил их совершенными, правыми, добродетельными, они избирают идти своим путем». Возьмите Второзаконие 30-19, «Жизнь и смерть предложил я тебе». Благословение и проклятие избери жизнь. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Беззаконие отцов достигни до 3-го и 4-го поколения. Но мы не ответственны за грех нашего отца. Поэтому есть целая модель. У нас есть любовь, сила и здравый ум. И если я возьму хотя бы эти несколько мест Писания, и мы посмотрим на тот факт, что мы сотворены по образу Божьему, мы сотворены с любовью, с силой и здравым умом, а не с духом страха. Это наше нормальное состояние. Для нас это нормально, естественно, то, что мы сотворены совершенными, способными делать правильный выбор, предназначенными действовать заодно с Богом, сотворены по его образу. Поэтому наш дух совершенный, мы знаем. Также Бог дает нам душу, которая является способностью выбирать. А также у нас есть физическое тело. И тело должно действовать по приказанию души, которое должно действовать по приказанию духа, который предназначен быть вводимым духом Божьим. И как вы знаете, если вы не рождены свыше, ваш дух не возрожден. В таком случае у вас есть душа, которая ничем не вводима, поскольку дух не возрожден. Поэтому мы должны родиться свыше, мы должны возродить наш дух. Но если мы берем человека, который не возрожден, мы имеем только душу и тело, и душа по-прежнему является интеллектом и эмоциями. Душа — это наше мышление, выбор и чувство, и она реагирует на события и жизненные обстоятельства. Поэтому у человека есть эта способность реагировать, думать и выбирать. Мы будем реагировать независимо от… Именно такими сотворил нас Бог. Мы будем реагировать на этот мир, мы будем реагировать. Любая наша реакция изменяет ДНК. ДНК активируется и формирует то, для чего наше тело и создано. Поэтому независимо от того, рождены вы свыше или нет, ваше тело создано для любви, потому что так устроил Бог. И когда мы делаем неправильный выбор, мы формируем вот это. Когда мы рождены свыше, тогда у нас есть возрожденный дух, водимый духом. Поэтому, когда мы делаем свой выбор, у нас теперь есть эта способность руководить нашим выбором. Мы живем и мы сталкиваемся с какими-то жизненными обстоятельствами. И мы можем выбирать. У нас есть эта любовь, сила и здравый ум, чтобы выбирать, даже без возрожденного духа. Когда мы выбираем, мы вынуждаем ДНК изменяться. Наш выбор, сигнал нашего ума, изменяет полностью. Слава Богу, это хорошая новость. Поэтому те мысли, которые есть сейчас в нашем мышлении, прямо в этот момент оказывают воздействие на каждую клетку нашего тела. Эти мысли, то, о чем мы сейчас думаем, оказывают воздействие на тех, с кем мы сейчас состоим в родстве. Несмотря на то, что мы не можем видеть, что происходит в духовном мире и в квантовом мире, которое я чуть позже объясню, каждая наша мысль оказывает воздействие на нашу душу, плюс на тех, с кем мы состоим в родстве, поскольку мы вовлечены в жизнь друг друга. Это также влияет на будущее поколение, потому что мысли от нашего отца, нашего дедушки, нашего прадедушки и нашей мамы проникли через сперму и яйцеклетку. Поэтому те мысли, которые у нас есть, по мере того, как мы живем, которые мы встраиваем в свою голову, по сути, передаются через сперму и яйцеклетку следующим четырем поколениям. Они передаются следующим четырем поколениям. И это воздействует на клетки. Это оказывает воздействие на клетки. Фактически, оно захватывается внутрь. Каждая наша мысль оказывает воздействие на от 75 до 100 триллионов клеток в нашем теле. То есть она захватывается, как что-то физическое. Она передается через поколения. Она передается... И вот хорошая новость. То, что передается через поколения, заархивировано. Могу я использовать это, чтобы продемонстрировать? Вот что-то от вашей прабабушки. Про прабабушки. Про дедушки. Что передалось через сперму и яйцеклетку. Вот мысль, заключенная в белок. Она заключена в белок. Она является бездействующей. Она не будет ничего делать, пока вы не скажете «Мой папа умер в 77 лет». Мой дедушка умер в 77 лет. Эта мысль страха является сигналом ума, который идет и разархивирует. И теперь у вас все преломляется через то, что вы умираете в 77 лет. То есть она активирует этот ген. Но если я этого не делаю, этого не происходит. О, мы знаем. Здорово. Помнишь Джимми Хестера? Он многие годы был пастором в Арлинтоне. Наш хороший друг. Замечательный человек. Мы оба любим кататься на мотоциклах. Я зашел в мотоциклетный магазин что-то купить. И Джимми сидел там около прилавка. Это было много лет назад. И он сидел на стуле около прилавка. Потому что разговаривал с кем-то по телефону. И он помахал мне, чтобы я подошел. Он закончил говорить по телефону. И он сказал, «Я только что получил результаты медосмотра, который я прошел. И мне нужно поблагодарить твою маму». Я спросил Джимми, «О чем ты говоришь?» Он ответил, «Мой папа, мои братья, мой дедушка, мой прадедушка, они все умерли из-за проблем с сердцем. И моя мама говорила мне, «Себе нужно быть внимательным, потому что у всех мужчин Хестеров проблемы с сердцем, и они все умирают молодыми». Это сигнал, который она произносила. И если вы принимаете это, когда взрослый говорит что-то ребенку, ребенок верит взрослому. То есть вы можете в буквальном смысле сформировать это. Он верит. В этом-то и суть. Он сформировал одно из этих. Он в буквальном смысле поверил. Он в буквальном смысле активировал это. И у моей мамы была молитвенная группа. Всегда у нее была молитвенная группа. Как замечательно. И она становилась такой большой, что в ее доме уже не хватало места. И она передавала ее кому-нибудь, и эта группа превращалась в церковь. И она ждала пару лет, а потом снова начиналось с десяти человек, и группа снова разрасталась. И кто-то привел его на ее молитвенную группу. Это было много-много лет назад. Они привели туда Джимми для молитвы. Моя мама спросила, «Что такое?» Он ответил, «Ну...» И он процитировал ей все те слова. Моя мама спросила, «Какова истина об этом?» Он ответил, «Леди, я только что сказал вам истину. Мой отец умер от инфаркта, мой дедушка умер от инфаркта, мой прадедушка умер от инфаркта. И мужчины-хестеры долго не живут. И у меня сейчас проблемы с сердцем». Она сказала, «Я попросила вас сказать истину об этом». Он сказал, «Леди, я только что сказал вам истину об этом». И он сказал, «Каннет, она схватила меня за голову, она схватила вот так мою голову, она в буквальном смысле ударила его по ушам. Вот так». Она сказала, «Третий, четвертый и пятый стихи 53 главы Исаи, вот истина об этом. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами его мы исцелились. Вы понимаете истину об этом?» И он сказал, «Я сидел там просто в шоке». Я сказал, «Да». Она увидела над ним смерть. И она проговорила в отношении этого. Она должна была прямо тогда это изменить. Ей некогда было разбираться с этим. Моя мама была сильной молитвенницей. Она действовала в даре развлечения духов. И она увидела это. Она увидела над ним эту смерть. И он сказал мне, «Она сдавила мне голову, и она за минуту изменила мое мышление». Наверное, ты знал, о чем он говорил, когда сказал, «Она сдавила мне голову». О, да. Она ударяла вас по голове вот такими руками. И... Больно. Знаете? Но она прорвалась через это. Она прорвалась. И понимаете, вот в чем суть. Он должен был получить в своем уме этот сигнал. Он должен был получить те слова. Оно до этого было экранировано. И затем он должен был сделать выбор. Да, именно. Поэтому она проговорила в него эти слова жизни. Но он все равно должен был выбрать поверить ей. Он мог бы выйти оттуда и сказать, «Ненормальная старушка». Или же мог сказать, «Хорошо, это действительно реальность». И тот факт, что с ним этого не произошло, означает, что он принял это. Он позволил этим словам пойти и разрушить это. Другими словами, это было брошено в огонь. Вместо того, чтобы быть открытым и активированным, оно было физически уничтожено. Потрясающе. Это та сила, которая у нас есть. Мы можем активировать это и жить, исходя из этого. Или же мы можем уничтожить это. И это все через наш ум. Это все через мысли, через то, о чем мы думаем. И если мы действуем заодно с Богом, мы будем говорить правильные слова. И, кстати, ему сегодня уже за 80 лет. Вот видите? Понимаете, он уничтожил это. Не обязательно, что все это произойдет. Но не связано на это. О, Иисус, спасибо тебе за Твое слово. Это так здорово. Разве это не удивительно? И так мы можем уничтожить это. Мы не связаны этим, в этом вся суть. Это передается через поколения. Но оно является бездействующим. И мы можем либо уничтожить это, либо активировать. Поэтому все, что мы говорим и делаем, первоначально является мыслью у нас в голове. И Бог дает нам этот потрясающий дар быть способными думать и выбирать. Мы достаточно выдающиеся. У нас есть способность обрабатывать входящую информацию из мира снаружи. Активировать ДНК, и она улавливается. А затем мы живем, исходя из того, что мы формируем. И так наш ум обрабатывает информацию. Она улавливается и выделяется энергией. И именно этим определяется то, что мы говорим. Я сейчас говорю. Вы говорите. Вы не говорите просто так от ничего. Вы говорите от или исходя из физических мыслей, состоящих из белка и всевозможных химических структур внутри нашего мозга, которые выглядят как деревья. Подумайте об этом месте Писания. Откровение 22.2. Листья деревьев для исцеления народов. То есть листья, которые мы формируем на наших деревьях, предназначены либо для исцеления, либо для разрушения. И это тот выбор, который у нас есть. Поэтому мы не связаны грехами нашего отца. И мы называем это эпигенетикой. Наука эпигенетика. Приставка «эпи» означает «над», «выше», и указывает на то, что наш ум контролирует генетику. Потому что то, что мы живы, что мы сидим и разговариваем здесь сегодня, все это благодаря тому, что наши гены находятся в активном состоянии. Но гены, они как аппаратное обеспечение компьютера. Например, этот телефон не будет ничего делать, если я, по сути, не заставлю его что-то делать. Поэтому мой ум является тем сигналом, который фактически активирует гены. Гены, они как маленький компьютерный чип. Они не будут ничего делать, пока вы не включите компьютер и не начнете их активировать. Поэтому ваш ум, умственная деятельность, является этим сигналом. От 75 до 98% заболеваний сегодня являются результатом нашего мышления. Другими словами, физические заболевания являются результатом нашего мышления. Науке известно, что до 98-99% того, что происходит в нашем теле, управляется сигналом нашего ума. Остальные от 2 до 5%. Что-то порядка этого. Являются результатом того, что мы едим, вдыхаем и что мы принимаем через препараты. Другими словами, химических веществ. То есть, другими словами, большая часть силы того, как мы функционируем, является результатом нашего мышления. А в естественном мире они все перевернули. Они пытаются управлять всем... Через физическое. Тем, что они едят. И лекарствами. Свои программы физических упражнений. Лекарствами, препаратами, медициной. Через прием химических препаратов. Да. 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 Есть повреждения. И затем вы пытаетесь контролировать это с помощью химических препаратов. Но химические препараты... О, спасибо тебе, Господь, что напомнил мне об этом. Я молюсь. О, Бог, исцели меня. И у меня есть лекарство, которое пытается работать. Но в своем мышлении, в своих словах... Я продолжаю говорить. Я болен. Я порождаю войну между моим телом и этим лекарством. И это называется когнитивным диссонансом в мозге. Как? Скажите еще раз. Когнитивный диссонанс. Другими словами, все 95-99% определяются тем, что вы думаете. И лишь на 1% определяется тем, что вы говорите и что вы делаете. То есть, другими словами, то, что на самом деле произойдет, основывается на том, что вы думаете в своем подсознании. Вот почему так важно сказанное в Иакова 1.21. Насаждаемое слово спасет вашу душу. Поэтому то, что мы сеем в своем уме, будет определяться тем, что мы говорим. И мы можем говорить. Мой Бог восполнит все мои нужды. Мой Бог исцелит. Но мы думаем, для меня это не работает. Я в действительности не верю Слову Божьему. И мы говорим это просто потому, что должны это говорить. Вы говорите это без какой-либо веры. Именно. За этими словами не стоит никакой силы, чтобы подкрепить их. Именно. А сила это 95%. Сестры, наше время подошло к концу. Мы не хотим этого слышать. Мы еще не закончили. Я знаю. Я тоже еще не закончил. Мы вернемся через минуту. Победоносный голос верующего. Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя. Мы прославляем Тебя и поклоняемся Тебе, Господь. И мы открываем Свои глаза и Свои уши, чтобы видеть и слышать с небес. Для слов, которые приносят на землю небеса. И мы благодарим Тебя за это. Мы воздаем Тебе честь и хвалу. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте вместе снова поприветствуем сегодня доктора Кэролайн Лив на нашей передаче. Спасибо. Скажу вам. Добро пожаловать, Кэролайн. Я рада быть здесь. Спасибо вам. Мне так нравится то, что Бог открывает через вас. то помазание, которое Бог поместил в вас и на вас. Брать Его Слово, брать Откровение Его Слова, и затем обращаться к науке, которая открывает Слово Божье. Когда наука и Слово Божье соединяются вместе, у вас есть не просто научные факты, у вас есть научная истина. И это важно. Это здорово. Здорово. Это очень хорошо. Это действительно сегодня важно. И говорю вам, это женщина. Она поставила на уши научный мир, особенно в одной очень-очень открывающей глаза теории, которую дал ей Господь из Слова Божьего. И затем она научно доказала ее. И я даже... Слава Богу. Не знаю, как говорить об этом. Это так здорово. Аминь. И ты как говорил, брат Хэгген, и пусть моя жена расскажет вам все об этом. Или как-то так. Аминь. В любом случае. Потому что он не знал. Давайте откроем сегодня нашей Библии на четвертой главе послания к филиппийцам. И мы начнем читать шестого стиха. Не заботьтесь. То, о чем мы будем сегодня говорить, является очень важным. Вот это слово «заботиться» означает быть наполненными озабоченностью или беспокойством. Беспокойство. Всякое беспокойство основано на страхе, а не на вере. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума или всякого понимания, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, «о том помышляйте». Итак, если Слово Божье говорит нам о чем именно помышлять и думать, это значит, что у нас есть власть и право выбора. Мы можем думать об этом независимо от того, хочется нам об этом думать или нет. «Ну да, брат Коплант, но что это меняет?» Что ж, позвольте мне вам сказать, что это меняет. Если Слово Божье говорит это, это что-то меняет. Потому что то, о чем вы думаете, попадает в ваше сердце. И это то, что вы начинаете говорить. А что вы говорите, то и осуществляется. И все это, весь этот процесс, который является духовным процессом, оказывает физическое воздействие на мозг. Мышление управляет мозгом. А мозг посредством химических веществ управляет физическим телом. Вы меня сейчас слушаете? Понимаете, медицина знает, что у тела есть химические вещества и все остальное. И оно высвобождает определенные химические вещества и происходят определенные вещи. Но они не понимали влияние мозга. Мозг повреждается своими же мыслями. Физически повреждается своими же мыслями. Аминь. Это, пожалуй, все, что я скажу, потому что я хочу передать слово человеку, который знает, как это происходит, почему это происходит и что с этим делать. Слава Богу. О, это так здорово. Когда я читал вашу книгу, которая первой попала ко мне в руки. Да. Там были картинки, на которых было показано, что происходит внутри человеческого мозга под воздействием определенных мыслей, а затем под воздействием противоположных мыслей и так далее. и что есть определенные мысли, которые на самом деле повреждают мозг. Безусловно. Вот это местописание, которое вы прочитали. Знаете, я цитировала это местописание с 18-летнего возраста каждый день. Вот это местописание наряду с другими. Но вот это фактически одно из моих базовых мест писания, поскольку ум — это то, что изменяет мозг, как мы говорим. И вот в чем суть. Ум управляет мозгом. Мозг не управляет умом. Это удивительно, если задуматься об этом. Итак, ум управляет мозгом. Мозг не управляет умом. Это означает, что наш ум обладает силой и изменяет мозг, что означает, что мы не являемся жертвами нашей биологии. Наша биология может измениться. То, как Бог... Когда вы говорите биологией, вы, по сути, говорите о своей естественной... Да, о ДНК, о частицах, размером меньше атома на квантовом уровне, на микроскопическом уровне в нашем теле. То есть, начиная от мельчайших вещей и заканчивая самыми большими вещами, оно все управляется тем, как функционирует ум. Поэтому, когда мы думаем об этих хороших вещах, когда мы делаем то, что говорит Библия, например, не заботьтесь, мы находимся в той зоне, для которой мы предназначены. Для нас это естественно и нормально. Когда мы говорим что-то из разряда «Я несовершенный», «Я совершил эту ошибку», «Я несовершенный», это неверно, потому что мы сделаны совершенными по образу Божьему. Но мы неправильно использовали свой выбор. Мы неправильно использовали свой ум. И есть последствия, это то, о чем говорит книга «Второзаконие» 30.19. Поэтому нам нужно начать сначала, а именно с того, что мысль — это что-то реальное. И мысль, она как память. Когда Бог говорит «Пленяйте всякое помышление», «Все мысли» в послушании Христу и Иисусу, Он не сказал «Ну, пленяйте некоторые в понедельник и некоторые в округе». Он сказал «Все мысли» на протяжении всего дня. Все, да. Поэтому мы предназначены действовать заодно с Богом. И в процессе нашего разговора на этих передачах я покажу вам, как мы на самом деле предназначены постоянно вести диалог с Богом. Потому что мысли — это что-то реальное, что изменяет физическую структуру. Я верю, что когда мы, стараясь развивать духовную часть нас, находимся в физическом теле, это помогает нам пробудиться и осознать, что когда мы не действуем заодно с Богом, поскольку как только мы делаем неправильный выбор, и мы входим в зону страха, наше тело ощутит это на физическом уровне, потому что наша ДНК изменяет то, как синтезируется белок. Поэтому мысль, когда вы сейчас думаете, когда вы меня сейчас слушаете, вы в буквальном смысле генерируете. И я говорю сигнал. Он поступает в ваш мозг. Я покажу вам первую иллюстрацию, которая поможет вам понять это. Я покажу вам большую картину того, что происходит внутри мозга. И на этой картине мы как бы смотрим на все глазами мозга. Мы увидим здесь картинку, и это как бы половина нашего мозга. К счастью, мы не выглядим так, но это наши пять чувств. И наши пять чувств являются связью между внешним миром и внутренним миром нашего ума. Мы воспринимаем жизненные события и обстоятельства через наши пять чувств. Они поступают в наш мозг в виде сигналов, электромагнитных и квантовых сигналов. Наш мозг состоит из сотни структур, и есть очень четкий процесс того, как информация, проходя через мозг, проходит через эту сотню структур. Но мозг просто получает ее. Он просто приемник. Это очень сложный орган. Мы понимаем лишь от 2 до 8% мозга. Это все, что мы понимаем о мозге. Он весьма сложный, но он должен быть сложным, потому что наш ум весьма сложный, потому что наш дух весьма сложный, потому что мы сотворены по образу весьма сложного Бога. Так что человеческий мозг очень сложный, но он предназначен быть способным хранить в себе мысли ума. Поэтому мысли являются памятью. И так поступает информация, и она обрабатывается в той части вашего ума, которая является подсознанием, являющейся главной частью вашего ума, работающей 24 часа в сутки, совершающей более 400 миллиардов операций в секунду. Поэтому прямо сейчас ваше подсознание работает вместе с вашим сознанием, которое является лишь малой частью вас. Ваше сознание работает тогда, когда вы бодрствуете. И так ваше подсознание работает 24 часа в сутки, очень быстро. Оно не связано пространством и временем. Чрезвычайно быстро, быстрее скорости света, с квантовой скоростью. Ваше сознание ограничено тем, что есть здесь и сейчас. Оно является очень-очень малой частью того, кем мы являемся. И оно ограничено настоящим, прошлым и будущим. Но большая часть нас не ограничена настоящим, прошлым и будущим, поскольку это духовная часть нас, и мы преимущественно духовны. Поэтому, когда вы получаете информацию, как, например, сейчас, через сигналы, мои слова, через мои слова, через все ваши пять чувств, этот сигнал поступает в ваш мозг, и он активирует в подсознании память. И находящиеся в памяти вещи будут в буквальном смысле возникать, всплывать из подсознания от 4 до 5-7 за раз, но они возникают, всплывают одна за другой, последовательно. И то, что возникает, всплывает из подсознания, является мыслями, которые мы со временем насадили. Мы думаем, формируя мысли, которые являются памятью, начиная прямо с момента нашего зачатия, прямо с того момента, как мы были зачаты, мы формировали память. Поэтому на протяжении того времени, которое мы находились в утробе, и затем каждый день мы изменяем эту память. Каждый раз, когда мы думаем, поскольку мы думающие, мыслящие существо, мы изменяем то, как выглядят эти деревья, потому что эти мысли выглядят как деревья. И так поступает информация, это сигнал, он движется по мозгу, и по мере того, как этот сигнал движется по мозгу, он воздействует на ДНК, которая находится внутри ядра каждой клетки нашего организма в неактивном состоянии. Я использовала вчера эту иллюстрацию. В ядре клетки находятся хромосомы, и если их развернуть, мы получим нити ДНК. Мы можем показать нашим телезрителям эту картинку. И там есть генетический код, и он ничего не может сделать, пока мы не начнем думать. Поэтому сейчас происходит следующее. Поступает сигнал. Вы думаете о моих словах, что заставляет ваши гены, множество генов во всем вашем теле, фактически отвечать на то, что я говорю. Итак, гены активируются. Гены, по сути, кодируют синтез белка. И поэтому прямо сейчас, очень-очень быстро, со скоростью 400 миллиардов операций в секунду, вы формируете мысли. И все телезрители формируют мысли, которые выглядят внутри мозга, как деревья. Этот сигнал проходит через сотню структур в мозге. И вы формируете мысли об этой информации в своем мозге, которые являются временной памятью. Это временная память, поскольку она сохраняется лишь от 24 до 48 часов, если только мы не стабилизируем ее. Но мы сможем поговорить об этом на другой передаче. И так поступает сигнал, и наш ум активирует этот сигнал. И то, что было в подсознании, переходит в сознание, чтобы помочь нам понять эту входящую информацию. Например, прямо сейчас вы, возможно, думаете о каком-то месте Писания, о каком-то переживании. И когда вы слышите мои слова, это заставляет вас запоминать какие-то вещи. И мы способны одновременно иметь дело с 47 вещами. Поэтому, когда вы меня сейчас слушаете, вы можете общаться с Богом, вы можете слышать мои слова, вы можете думать о месте Писания, которое возникает, всплывает из памяти, из прошлого. И вся эта умственная деятельность происходит на супербыстрых скоростях. И затем вы делаете выбор. И когда вы делаете выбор, это сигнал, который разархивирует, раскручивает эту ДНК. Этот ген активируется, начинается синтез белка, и начинает формироваться небольшая память. И затем начинают формироваться и вырастать ветки, и информация разрастается. Поскольку каждый из нас уникален, несмотря на то, что мы слышим одно и то же послание, каждый из нас формирует свое собственное дизайнерское дерево, свою собственную дизайнерскую мысль. И эти мысли выглядят как деревья. И если я покажу вам эту картинку, это реальные мысли деревья внутри мозга. Это реальные нейроны, память внутри мозга, мысли. Мысли — это память. Именно так они и выглядят. Вы можете видеть эту древоподобную структуру. И вот это как стволы деревьев, а вот это — маленькие ветки. И по мере того, как вы думаете и узнаете новую информацию, запоминаете Слово Божье. Слышите то, что я говорю? У вас вырастают эти маленькие ветки, чтобы хранить эту информацию. И у вас может вырастать неограниченное количество веток. На одно понятие вырастает одна ветка. Все ветки соединены друг с другом. Именно поэтому они очень густые и очень большие. В нашем мозге места хватит на три с лишним миллиона лет. Мы весьма интеллектуальны. Чем больше мы думаем, тем больше веток у нас вырастает. Тем более умными мы становимся. Почему бы вам не повторить это еще раз? Потому что меня так впечатлило, когда я прочитал это в вашей книге, что вместимость нашего мозга... Даже больше. Три миллиона... Три миллиона с лишним лет. С лишним лет. Это приблизительно. Это приблизительно у людей, которые даже не являются христианами. И задумайтесь над тем, что говорит Писание. Сейчас мы видим неясно, а потом увидим его лицом к лицу. Очевидно, если задуматься над этим, Кеннет и Глория. Он сотворил нас по своему образу. Он великолепен. И он наделил наш мозг этим великолепием. Потому что если вы посмотрите на цифры... И по мере нашего продвижения вперед я назову вам некоторые цифры. У нас в теле от 75 до 100 триллионов клеток нейронов. 100 миллиардов этих клеток нейронов — это 20% мозговой ткани. Остальные 80% мозговой ткани представлены другими типами клеток. Но 20% мозговой ткани, а это 100 миллиардов из 75 до 100 триллионов нейронов, имеющихся в человеческом теле, именно они и участвуют в формировании памяти. И так наша память формируется на этих нейронных сетях внутри мозга. А это 100 миллиардов нейронов. Каждый из этих 100 миллиардов нейронов может накапливать неограниченное количество информации. То есть чем больше вы думаете, тем больше веток у вас вырастает. Это наша способность безгранична. Эти ветки могут расти и расти. И по мере того, как мы изменяем наш мозг, это называется нейропластичностью. Нейро означает мозг, пластичность означает изменять. Поэтому мы предназначены в буквальном смысле постоянно, минуту за минутой каждого дня. Когда мы думаем, мы добавляем новые ветки, изменяем ветки, изменяем вид нашего мозга. Это та сила, которую дал нам Бог. Мы сейчас уже не такие, какими были пять минут назад, из-за нашей дискуссии, из-за той информации, которую мы получили. Мы изменили наш мозг. Определенная память из подсознания поднялась в сознание. Мы формируем новую память. Мы изменяем то старое, что всплывает. Буквально за одну минуту, за эти 60 секунд, внутри нашего мозга происходит более 300 изменений. Это минимальное количество изменений, которые происходят. Поэтому мы постоянно изменяемся. Мысли — это что-то реальное. И мы предназначены думать и помышлять только о хорошем. Филиппийцам 4.8. Вот для чего мы предназначены. Да. Думать о таких вещах. И затем Экклезиаст 7.29. Я уже цитировала это местописание на одной из передач. Бог сотворил нас правыми, Он сотворил нас совершенными, но мы выбрали идти своим собственным путем. Итак, мы предназначены формировать красивые деревья, здоровые деревья. Именно поэтому я провожу аналогию с зеленым деревом. Мы предназначены говорить Богу, «Хорошо, я сталкиваюсь с таким-то событием или обстоятельством. Я не могу это контролировать. Но Бог, Ты знаешь ответ. Ведь Он уже все совершил. У Него есть все решения. Все, всякое исцеление. Мы исцелились. Все, что нам нужно для нашей жизни, уже было совершено. Оно там, так сказать, в фонде возможностей Божьей жизни. Это совершено. Мы должны действовать заодно с Богом, чтобы слышать, что мы должны делать, чтобы активировать то, что Он уже сделал. Поэтому мы должны заставить наш ум активировать то, что Бог уже сделал. Но враг говорит нам, «Эй, прими свое решение, выбери свое». И мы начинаем прислушиваться к этому вместо того, чтобы действовать заодно с Богом, потому что мы предназначены действовать заодно с Богом. Мы предназначены быть зависимыми от Бога. Зависимость, склонность не является чем-то негативным. Она негативна только тогда, когда она в этой зоне. Мы предназначены постоянно общаться, жить, быть поглощенными и побуждаемыми Духом Божьим. Это зависимость, склонность. Обычно слово «зависимость» или «склонность» используется в негативном смысле. Слыша слово «зависимость», мы думаем об алкоголе, наркотиках и кокаине. Но это когда вы склонились не к тому. Да, Писание говорит, что мы склонны делать добро. Именно. Мы склонны к Богу. Мы склонны делать добро. Мы склонны к хорошему. В нашем мозге нет негативных путей. Это уже мы прокладываем их. Это уже мы учимся формировать вот это. То есть, по сути, нам приходится учиться тому, как формировать токсичные мысли. Поэтому каждый раз, когда мы делаем токсичный выбор, негативный выбор, неправильный выбор, когда мы не прислушиваемся к Богу, тогда эти белки, как я уже раньше говорила, сворачиваются неправильно. И мы получаем эти искаженные варианты истины. Вот еще одна картинка внутри мозга. И это будет считаться здоровыми мыслями. Если вы посмотрите сюда, например, посмотрите вот на эту картинку. Здесь намного больше веток, чем там, что означает, что здесь было больше мыслительной деятельности. Это большая память, потому что здесь больше веток. И на ваших мыслях может вырастать столько веток, сколько вам хочется. Чем больше вы думаете, тем больше веток вырастает. Нет ограничений, нет предела. Если вы и не проживете 3 миллиона лет на этой земле, но в вашем мозге места именно столько. Поэтому они могут расти и расти, и расти, и расти. И это полезно для здоровья, когда вы делаете хороший выбор. Но когда вы делаете плохой выбор, вы в буквальном смысле разрушаете. Так оно выглядит внутри мозга. Я подошла к этому немного художественно. Но это не черная дыра. Это фактически токсичная мысль. Она деформирована, она искажена. Белки свернуты неправильно. Например, если вы порежете палец, то как только вы порезали палец, ваша печень начнет секретировать цирреактивный белок. Ваша иммунная система будет секретировать другие иммунные вещества и направлять их к месту повреждения. И в течение 21 дня произойдет исцеление. Но эти вещества, которые были секретированы, эти иммунные вещества направляются к месту повреждения и создают там небольшой очаг воспаления, чтобы могло произойти исцеление. Именно так Бог устроил все в нашем теле. Это когда речь идет о физическом повреждении или вирусе. Когда у нас возникает токсичная мысль, наше тело реагирует точно так же. Наша иммунная система распознает токсичную мысль. Неправильный выбор точно так же, как она распознает вирус или физическую рану. Поэтому она также направляет. То есть это будет основанное на страхе мысли, не так ли? Основанное на страхе мысли. Это зона страха, это зона любви. Поэтому если я выбираю быть негативной, или выбираю мысль беспокойства, или выбираю раздражаться и сердиться, в моем мозге и в моем теле это производит ту же самую реакцию, как если бы я физически порезала палец, и из него текла кровь. Реакция будет такой же. Ваше тело распознает это как начало заболевания, вирусного заболевания. Поэтому оно создает там очаг воспаления, поскольку оно все искажено. Белки свернулись неправильно. Электромагнитный баланс нарушен. Квантовый баланс нарушен. Оно выглядит по-другому. Оно нарушает все вокруг. Именно поэтому мы пытаемся показать это как эффект черного облака. На аппарате функциональной МРТ или ПЭД, которые являются технологией, дающей нам вид с верхней точки, оно выглядит как вот этот эффект черного облака. Эта технология не проникает в сами мысли. Как говорит Библия, никто кроме Бога и нас самих не может читать наши мысли. Поэтому никакие аппараты не могут читать наши мысли. Но они могут показать нам, что в мозге есть какая-то активность. И это показывает нам здоровую активность в мозге, а это показывает нездоровую активность в мозге. Поэтому, когда у кого-то в мышлении крутится токсичная мысль, эта часть становится поврежденной, если вы не разбираетесь с ней. Если вы не прощаете, если вы не избавляетесь от нее, она нарушает кровообращение, метаболизм глюкозы, электромагнитный баланс. И это то, что эти аппараты зафиксируют. Это то, что зафиксирует аппарат функциональной МРТ и аппарат ПЭТ. Повреждения внутри той части мозга. И хорошая новость в том, что это не является вашей судьбой. Вы не жертва своей биологии. Если вы сейчас такие, вот какими вы можете стать. Обновление ума изменяет это на это. Да. Это поднялось в моем духе из 111-го псалма. «Блажен или благословлен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его». И чуть ниже вы читаете. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Когда неожиданно приходят плохие известия, это производит ужасное воздействие. Да. Но оно не должно так оставаться. Да. И вы не должны принимать это, не так ли? Да, вы не должны. Что происходит, когда вы слышите плохое известие? Вы темнеете, ваш ум темнеет. Вы думаете об этих плохих вещах, но вы должны отбросить их. Вы должны избавиться. Да. И первая защита от этого... Идите к свету. Первая защита от этого, конечно же, это быть сильными... Быть подготовленными. Слове Божьем. И в силе Его могущества. Сильный дух человека поддержит его во время скорби и поможет перенести физическую боль. Его ум сильный. Благословение Господне вокруг него. Он защищен. Он не попадается на это. Первое, что поднимается, это сила прощения. Вам лучше сразу переходить в режим, в котором вы забываете, вместо того, чтобы позволять каким-то плохим известиям заводить вас. Вы начинаете на кого-то злиться. Иисус сказал, чтобы доказать, что Сын Человеческий имеет силу и власть на земле прощать грехи, Он сказал тому человеку, встань, возьми постель твою и иди домой. Поэтому сила прощать и сила исцелять, это одна и та же сила. О, нам нужно поговорить об этом завтра. Аминь. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Каннет Копланд. Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. «Отец, мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу. И мы благодарим Тебя, Господь, за все. Все. За все, кем Ты являешься. За все, что Ты сделал. Ты так велик. И Ты так благ к нам. Во имя Иисуса». Знаете, Писание говорит, Иисус уразумел помышление их. Я услышал это в духе. Что Он вообще для меня сделал. Вы дышите, не так ли? Если вы все еще дышите, у вас все еще есть выбор. Если у вас есть выбор, у вас все еще есть шанс. Каждый вдох приходит от Бога. Если бы Бог остановился, не осталось бы ничего живого. Пустота. Задумайтесь об этом. Он все еще дает вам время покаяться. Слава Богу. Да, аминь. Просто потому, что Он любит вас. Аминь. Отец, мы действительно воздаем Тебе хвалу. И мы действительно поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе снова поприветствуем сегодня доктора Кэролайн Лив. Это потрясающее время. Я наслаждаюсь. Мне всегда нравилась техника и машины. Мне нравятся машины и самолеты, мотоциклы. Я был рожден, чтобы летать. На самом деле. Но мне хочется знать, что именно там происходит. Вы рождены, чтобы летать. Мне хочется знать о двигателе больше, чем просто то, что он шумит. Понимаете? Или приводит в действие. Мне бы хотелось... Мне бы хотелось... Я пытаюсь подобрать слово. Иметь работающее знание о том, что происходит. Да. И это не совсем то слово, которое я искал, но... Практическое знание. Практическое знание. Вот это слово. Спасибо, Глория. Практическое знание. Например, вы знаете, как купить билет, сесть на самолет и полететь куда-то. А я знаю, как управлять самолетом, чтобы долететь туда. То есть, есть определенный уровень понимания. И Писание говорит, постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и близко познать любовь помазанного. Здорово. Это практическое знание Божье. Это практическое знание, да. Мы должны это знать. Да. И я, получая удовольствие от того, что могу заглянуть внутрь мозга и узнать, что делает с ним эта мысль, что делает с ним это слово, а что делает с ним эта мысль, и что делает с ним та мысль. Это удивительно. Аминь. И я хочу вернуться к тому, о чем мы говорили вчера. Но я бы хотел использовать для этого это местописание в послании к Колоссянам. Мы можем открыть третью главу послания к Колоссянам. Я хочу, чтобы наши телезрители, вы слышите это, но я хочу, чтобы вы взяли свою Библию. Я хочу, чтобы это было у вас перед глазами. Я хочу, чтобы это слово входило в ваши глаза, входило в ваши уши. И затем я хочу, чтобы оно выходило из ваших уст. Хорошо? Итак, третья глава к Колоссянам. И мы прочитаем 15 стих. «И довладычествует в сердцах ваших мир, Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». «Слово помазанного довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Итак, «довладычествует мир Божий». Иисус дал нам свой мир. Он там. Безусловно. В вашем духе. Он является частью плода духа. Слово Божье является семенем для него. И он там. И верой вы можете приводить его в действие. Это часть благословения Господнего. Это часть стены благословения, которая верой может быть возведена и должна быть возведена вокруг вас и меня, и каждого рожденного свыше чада Божьего на земле. Аминь. Помните, как Сатана взъелся на Иова? И он сказал Богу, «Вокруг него стена». И это была стена благословения. Сатана сказал, «Ты благословил его! Ты благословил все, что у него есть!» Но страх открыл дверь и позволил дьяволу проникнуть через эту стену. И ничего не изменилось. Сегодня все точно так же. Да. В заключение прошлой передачи мы говорили о 111-м псалме, что человек, сердце которого твердо и утверждено, он не боится худых известий. Поэтому... Как мы к этому приходим? Как мы к этому приходим? Хорошо. В науке у нас есть такое понятие, как суперпозиция. Это означает, что... Суперпозиция. Мы сотворены по образу Божьему. Мы постоянно это повторяем. Мы замечательны. Мы созданы для любви. Мы, скажем так, учимся бояться. То есть страх не является для нас нормальной реакцией. Это условный приобретенный рефлекс. Происходит следующее. В процессе нашей жизни мы переживаем определенные события и обстоятельства, как я уже объясняла на предыдущей передаче. Поэтому я продолжу говорить о том, на чем я остановилась на прошлой передаче, исходя из суперпозиции. Вот я собираюсь сделать выбор. Если вы знаете, как серфингист скользит по волнам, это часто используют в качестве аналогии. И мы можем показать картинку серфингиста на волне. Подумайте о нем. Он, можно сказать, скользит по этой волне. И эта волна находится в своей верхней точке. И до того, как эта волна спадет, он просто скользит по ней. Итак, представьте серфингиста на гребне волны. И находясь там, в том положении, он со своей доской для серфинга может направляться либо сюда, либо туда. Представьте, что вот здесь, наверху, это суперпозиция. Я могу выбрать этот путь, который является путем Божьим, или же я могу выбрать тот путь. И напомните еще раз. Это зона любви, поэтому зеленое дерево представляет здоровую. Зеленое дерево — это сторона любви. А токсичное дерево представляет зону страха, а не две противоположности. Вот тот проволочный куст, по сути, выглядит, как те деревья. В мозге. Да, именно. Мысли реальны, и они занимают реальное место, как эта студия занимает реальное место. Мысль занимает реальное место. Поэтому, когда мы сделали плохой выбор, мы в буквальном смысле построили твердыню, которая занимает в нашем мозге реальное место. И она является искаженной, токсичной. И это вызывает в мозге воспалительную реакцию. И каждая мысль оказывает влияние на каждую клетку вашего тела. И так эта мысль повлияла на химические реакции, происходящие в вашем мозге. И она изменила среду вокруг каждой клетки в вашем теле. И это шокирует, если задуматься над этим. Если задуматься над тем воздействием, которое оказывает токсичная мысль, нам больше не захочется иметь очередную токсичную мысль, поскольку вследствие этого мы оказываемся уязвимыми для болезни. Это на 75-98% увеличивает вероятность того, что мы заболеем. Поэтому болезнь не приходит от Бога. Болезнь приходит в результате того беспорядка, который мы породили приходом греха, начиная от Адама и Евы, как мы знаем. Все идет не так. Поэтому каждую минуту, каждый день Бог в положении суперпозиции дает нам возможность сделать правильный выбор. Примерно каждые 63 дня через суперпозицию мы переделываем эту сеть в нашем мозге. Поэтому суперпозиция — это когда с нами что-то происходит. Мы оказываемся в уникальном положении, когда мы можем посмотреть на Божий путь, либо на путь врага. И мы можем выбрать. Я буду действовать заодно с Богом. И я буду верить тому, что, как сказал Бог, Он сделал. То есть вы находитесь вот здесь. Здесь. И мы снова возвращаемся к второзаконию. 30-19. 30-19. Выбор. Сила любви. Мы находимся здесь. И Бог сказал, «Я ставлю перед тобой жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Выбирай. Ты выбирай. Вы выбирайте. Именно. Он принял свое решение. И оно уже... Он выбрал жизнь. Да. И Он выбрал вас. Да, это то решение, которое вы собираетесь принять. Этот ответ уже там, на этой стороне, на стороне жизни. Бог уже дал нам решение, ответ. Вот почему первые слова так важны. Когда приходит бедствие или плохое известие. Да. Да. Преклоните мысли в душе Его. Таков и Он. В первой главе Иакова... Так что все начинается с наших мыслей. Начинается с наших мыслей. И Бог дает нам это. Вы настолько абсолютно правы, Глория, потому что когда мы находимся в суперпозиции, у нас есть этот уникальный мощный ум, который, по сути, дает нам возможность видеть правильный путь или неправильный путь. Мы все знаем, что у нас есть эта способность различать, где Дух Святой, если мы настраиваемся на интуицию Духа Святого. Это действительно поразило меня. Суперпозиция. Да. Где находится мудрость. Где мы являемся частью сверхъестественного. Да. Мы выше, чем... Мы не просто естественные существа. Мы не... Ну, я всего лишь человек. Нет, если вы рождены свыше. Вы как Иисус. У вас ум Христов. Вы Дух. Вы человек. Но вы суперчеловек. Вы Божий человек. И вы сверхъестественное, рожденное свыше чада Божье, находящееся на этом гребне волны, с Божьим правом выбора. И вы находитесь в этой суперпозиции. Мне это нравится. И это научный факт, что... Я извиняюсь. 40 раз каждую секунду у нас, по сути, включается наше подсознание, которое является большей частью нас. У нас возникают эти волны принятия решения. Они как волны, которые поднимаются и спадают. Но каждые 2-7 секунд мы оказываемся в суперпозиции. То есть каждые 2-7 секунд мы, по сути, оказываемся в ситуации, когда мы можем отключиться от внешнего и переключиться на внутреннее и спросить «Дух Святой, что я должна сделать?» Потому что Дух Святой будет вести и наставлять нас на всякую истину. Мы можем проанализировать. Лобная доля нашего мозга предназначена давать нам возможность быть способными посмотреть на что-то со стороны и под разным углом. В суперпозиции у вас есть преимущество видеть что-то под разным углом. Если я направлюсь туда, я могу на своей доске для сорфинга оказаться в пасте акулы. Если я направлюсь сюда, я избегу пасти акулы. Я окажусь в руках Бога. Так что мы можем это делать. Это наша любовь, сила и наш здравый ум. Поэтому, если мы действуем заодно с Богом, если мы насадили, вложили в себя Слово Божье, тогда именно это и спасет нашу душу. Именно оттуда и придет мудрость. Мы будем смотреть на это глазами Бога. Но если мы тратим часы за часами на телевизор, сплетни, гугл и все остальное, кроме Бога, именно это и будет наполнять наш ум. Поскольку, как вы знаете, об этом говорит послание Иакова 1, 13-15. Я немного перефразирую это. Когда мы уделяем внимание пагубному желанию, оно возрастает. И оно перерастает в грех. А когда возрастает грех, он порождает смерть. Что ж, именно это и происходит. Как показывает наука, если я выращиваю одно из этих и я продолжаю его выращивать, будет расти то, о чем я больше всего думаю. Мой мозг будет следовать за моим умом. И по мере того, как вот это растет и становится все больше, больше и больше, я буду оказываться в зоне болезни. Поскольку чем больше вот это становится, тем больше воспаления, больше болезни, больше ухудшения здоровья, больше нейродегенерации, сердечно-сосудистых заболеваний. Чего бы там ни было, онкология. 98% онкологических заболеваний является результатом мышления. Это то, что показывают исследования. 98% онкологических заболеваний являются результатом того, как мы управляем своим мышлением. Понимаете, Бог говорит, изберите жизнь. И вот эти мутировавшие клетки. Мы не можем управлять событиями и обстоятельствами. Да, мутировавшие клетки являются результатом нашего мышления. Вот это мутировавшая клетка. И в конечном итоге, со временем накапливается достаточно много мутировавших клеток, которые начинают распадаться до микрочастиц, похожих на микротрубочки, в головном мозге, и в теле начинает проявляться болезнь. Поэтому, чем больше у нас негативных реакций, непрощения и горечи, чем больше мы держим в себе это, тем больше мы не защищены от болезни. И потом мы спрашиваем, Бог, почему? Между тем, как мы не взяли ответственность за свое мышление. Вы читали 4 главу притчи, 20, 22, 23 стихи. «Словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, храни их внутри сердца твоего». Если мы находимся в суперпозиции, и мы уделили время тому, чтобы посеять в себя Слово Божье, то что будет возникать, всплывать? Помните, на прошлой передаче я говорила, что когда возникает воспаление, в сознании всплывают определенные вещи из подсознания. И когда я нахожусь в суперпозиции, и я имею дело с каким-то событием или обстоятельством, и я должна сделать выбор, то из моего подсознания всплывет либо что-то токсичное, и это будет информировать мое решение, или же всплывет что-то позитивное Божье, и оно будет информировать мое решение. И я нахожусь в суперпозиции, и я могу выбрать либо прислушаться к Богу, либо прислушаться к дьяволу, поскольку есть только два. Это либо Бог, либо дьявол, враг. Нет серой зоны. И вы будете прислушиваться к одному из них. Вы будете информированы одним из них. И что мы делаем? Находясь в суперпозиции, мы разрушаем то, что являлось возможностью. Возможность. В мире врага вот здесь, в зоне страха. Это обман. Этого еще не произошло. Это ложь. Как мы знаем, у дьявола нет никакой власти и силы. Он может только лгать. Поэтому это обман. Ему нужно, чтобы мы взяли то, чем он живет. И превратили это во что-то. Не он активирует ДНК. Начали ожидать этого. Да. То есть он хочет, чтобы мы создавали и формировали злое. Поэтому он дает нам ложь. У Бога уже есть все решения. То есть, что касается Божьих возможностей, то это все уже совершено. Оно все уже доведено до конца. Это завершенная работа. Все, что нам когда-либо понадобится, есть там. И находясь в суперпозиции, мы можем выбрать либо доброе, завершенную работу, или же мы можем сформировать злое. Что мы зачастую и делаем. Вот это злое. Это грех. Это твердыня врага, дьявола. Начиная с чего-то маленького, простого раздражения, и вплоть до чего-то такого большого, как убийство. Это все грех. Это все возможность, которую мы разрушили, когда находились в суперпозиции. Потому что мы выбрали не действовать заодно с Богом. Мы выбрали не быть Вадимом и Духом Божьим. Поэтому интуиция в нашем духовном человеке, как мы знаем, это то, где Дух Святой говорит нам. И нам нужно использовать наш ум, чтобы прислушиваться к тому, что Дух Святой говорит. Но это выбор. И если наш ум настолько забит неправильным мышлением, сплетнями, тем, чтобы смотрим по телевизору, если он наполняется всякой ерундой, а не Словом Божьим, нас спасает именно насаждаемое Слово Божье, а не насаждаемое Слово Гугла или сплетен, или чего бы там ни было в этом мире. И вот где нам нужно решить, как мы проводим свое время, на что мы направляем свое внимание. И именно за это я люблю книгу притчей. То ваше учение по книге притчей, та ваша замечательная книга, Глория, по книге притчей, которую вы написали много лет назад. Мне нравится эта книга. Притча 4.22.23 учит нас этим принципом. Если, находясь в суперпозиции, вы преклоняете свое ухо, если вы обращаетесь к тому, что вы вложили в свое сердце, если вы провели это время и выбрали сделать это, именно это и всплывет. Именно так вы и будете смотреть на данную ситуацию. Мы не можем управлять событиями и обстоятельствами, поскольку события и обстоятельства являются результатом выбора других людей. Но мы можем управлять нашей реакцией на эти события и обстоятельства. И именно это мы и предназначены делать, находясь в суперпозиции. Поэтому, когда мы переходим на сторону Бога, именно тогда мир Божий, который превосходит всякое понимание, будет охранять наш ум во Христе Иисусе. А когда вы принимаете неправильное решение, оказываясь на стороне дьявола, у вас нет мира Божьего, и ваш ум не защищен, и там начинается хаос и расстройство, и это расстройство проявится. Проявится психическое нездоровье. Итак, зона любви — это психическое здоровье, а психическое нездоровье порождается зоной страха. И это все является результатом выбора. И мне так хочется помочь людям осознать, что мы не можем винить в этом свою биологию, винить своих родителей, винить свои обстоятельства. Это жизнь. Людям свойственно спорить и обвинять. Это часть решений других людей. Но мы находимся в этом уникальном положении суперпозиции, когда мы можем сказать, «Хорошо, Бог, мне это не нравится, но Ты можешь помочь мне управлять моей реакцией». Так чтобы я могла радоваться, несмотря на обстоятельства. Так, чтобы, когда я получаю плохие известия, какой-то телефонный звонок, что бы то ни происходило. Помните, когда Линдси, ваша внучка, была серьезно больна? Вы не отреагировали негативно. Вы сразу же начали молиться и провозглашать на ней Слово Божье. Ее мама стояла там? Да. Врачи не надеялись, что Линдси доживет до утра. Да, врачи уже поставили на ней крест. Они уже провозгласили это. Да. Но Келли... В нашей семье не было страха. Мы не учили своих детей страху. И мы делали определенные вещи, от которых другие люди просто съеживались. Но мы верили Богу. В любом случае, как только она услышала это известие, как только она его услышала, она повернулась к Терри и сказала, «Я отказываюсь бояться». Аминь. Видите суперпозиция? Она двинулась в правильном направлении. Она сказала мне, «Папа, это было чем-то темным, чем-то черным, и тяжело давило на меня». Но я была удивлена, каким оно оказалось слабым. Она сказала, «Когда я сказала, «Я отказываюсь бояться», оно тут же ушло. Оно тут же исчезло, подобно птице, вылетевшей в окно. Она сделала свой выбор, и она отказалась бояться». Вам нужно это, потому что это то, что тьма, которая является ложью врага. Ведь это всего лишь обман. Этого не произошло, поскольку истина в том, что там есть исцеление. Оно уже совершено. Не думаю, что мы, как христиане, это понимаем. Действительно понимаем тот факт, что все, что нам нужно для всего в нашей жизни, уже было совершено. Мы должны, находясь в своей суперпозиции, активировать это. И тогда мы сможем радоваться, несмотря на обстоятельства. Активировать. Это очень хорошее слово. Как у купальни Вефезда. Вы можете сидеть, и все проходят мимо вас. Или же вы можете войти в ту воду и активировать исцеление. И в том положении вы можете активировать либо страх, либо веру. Верно. Вы можете подключиться. И вы должны знать о вере, чтобы активировать ее. Она приходит от слышания. И мы снова вернулись к первым словам. Иисус сказал, «Зачем вы принимаете мысль, говоря?» Здорово. То есть, именно так вы и принимаете мысль? Зачем принимать ее? Что вы говорите? Поскольку вы принимаете ее. Поскольку, как только вы принимаете эту мысль, как только, находясь в суперпозиции, вы принимаете эту мысль, вы активируете ДНК, происходит активация генов, синтезируются белки. Вы формируете одно из этих. И чем больше вы об этом думаете, тем больше оно разрастается. И затем именно это вы будете говорить и делать. Это станет вашей новой реальностью. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Только эта вера не в том направлении. Что ж, это то, чем является страх. Страх — это извращенная, перекрученная вера. Например, страх или боязнь опасного животного — это вера в способность этого животного причинить вам вред. Да. Духовная сила веры в Адаме была перекручена и стала силой страха. И они сделали свой выбор. Да. Они сделали свой выбор. И когда они его сделали, это отделило их от Бога. И эта духовная сила веры, отделенная от Бога, стала страхом. Поскольку Адам моментально подключился к сатане, который является духовным существом. Как только мы устремляемся в том направлении, это настолько понятно. Если мы смотрим на это таким образом. Я всегда показываю, когда учу об этом. И мы можем показать это на экране. Я показываю этого человека на доске для серфинга. Там это мутная вода, и в ней есть акула. И затем я показываю фотографию акулы. То есть враг в буквальном смысле ждет возможности поглотить вас. Но мы можем этого избежать. Нам не нужно направляться туда. Иисус сказал, «Сеятель сеет слово». Сатана сразу же приходит, чтобы украсть его. Все, что ему нужно, это украсть это слово. Украсть это слово. Не украсть вашу машину, не украсть вашу семью, а украсть это слово. Да. Если он сможет украсть это слово, он получит и вашу машину, и вашу семью. Он получит все. И это то, о чем я хотела бы поговорить на одной из передач. Как нас подлавливает время, потому что мы не распознаем тот момент, когда он крадет. Это очень интересная концепция, если вы захотите изучить это. Слава Бобе, да. Мы вернемся через минуту. Мы открываем свои уши. Мы открываем свой ум. Мы в твоем распоряжении. И мы благодарим тебя во имя Господа Иисуса. Отец, спасибо тебе за то, что ты прислал к нам доктора Лив. Это позволяет нам понять, насколько удивительными ты сотворил нас. Не только по твоему образу, но и по твоему подобию. Мы такие же, как ты. И мы благодарим тебя за это. Мы принимаем откровение этого, так, чтобы мы могли ходить в этом. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте вместе снова поприветствуем сегодня доктора Кэролайн Лив на этой передаче. Пусть Бог благословит вас. Я рада быть здесь. Я рада, что вы здесь. Вы не только умная, но и красивая. Вы как Глория. Вы не только умная, но и отлично выглядите. Мы весьма признательны. Аминь. Люди спрашивают, люди спрашивают, как вы живете с такой помазанной женой? Прекрасной. Такой прекрасной. Аккуратно. Мне это нравится. Я должна сказать это моему мужу. Мы женаты уже более 50 лет. Это удивительно. В этом году, в апреле было 54 года. И знаете, я не буду лгать на свои передачи. Да. Я не помню, когда мы последний раз ссорились. Это все она. И какой бы ни была последняя ссора, ссорился я. Я ее начал, она просто не будет в нее ввязываться. Не будет реагировать. И она научила меня. Она научила меня, как жить. В суперпозиции. Да. Она как-то раз она возложила на меня руки и сказала, я не нахожу в тебе никакого недостатка. Это так прекрасно. И скажу вам, это просто коренным образом изменило всю мою жизнь. Так что я постоянно благодарен за жену, которая у меня есть. Мы с Маком всегда основываем наши взаимоотношения на вашем примере. Мы всегда говорим, Кеннет и Глория делают это, Кеннет и Глория делают то. Так что вы значительно присутствуете в нашей жизни. И мы благодарны. Слава Богу. Это благословляет меня. За вас обоим. Мне действительно приятно это слышать. Мы делаем это уже много лет. Аминь. Слава Богу. Мы с Кеннетом женаты сколько уже? 54 года. 54 года. В апреле этого года было 54 года. Я тоже ни разу не убегала домой к маме. Ни разу даже не заводила разговоры об этом. Да. Аминь. Разве это не здорово? И ко мне тогда пришло слово от Господа. Мы были женаты 4,5 года, когда я поехал в университет Орел Робертса. И ко мне там пришло слово от Господа. Он сказал, она драгоценна для меня. Я дал ее тебе. И вот к чему я об этом заговорил. Она для тебя как закалка для стали. Сталь до того, как она закалена. Она хрупкая. Да. Возьмите, например, отвертку. До того, как сталь опустили в масло, и появились цвета побежалости, она хрупкая. Вы так легко можете сломать ее. Любовь Божия в людях должна укреплять друг друга таким образом. Вы вдвоем становитесь сильнее. Намного сильнее, чем каждый из вас может быть сам по себе. Вы просто становитесь сильнее. И я сейчас думаю о том, что так важно, чтобы у вас обоих были мысли любви. Это так здорово. И мысли веры. Это важно. Даже если между вами что-то происходит, что-то происходит... Происходит. Нет, 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 нет. Твердо противостойте этому. У нас могут быть разные представления, но мы не начнем говорить слова. Это так здорово. Мы будем стоять в любви Божьей. Да. Мы будем стоять в Слове Божьем. И ей пришлось научить меня это. Здорово. Это такой хороший совет. Это удивительная вещь. Давайте откроем сегодня наши Библии на послании Иакова. Это правда, что противоположности притягиваются, а затем они женятся. Что ж, и на то есть причина, если задуматься об этом. Если вы оба одинаковые, ни один из вас не будет сильнее, чем другой. Но когда один из вас силен в этом, а другой силен в том... У вас будет баланс. Это преимущество завета. В этом суть завета. Вы можете твердо стоять. Господь научил меня этому много лет назад. Это то, что лежит в основе расизма. Очень интересно. Дух разделения. Дух разделения будет в ненависти усиливать различия. И если есть два разных цвета кожи и два разных пола, дело не просто в цвете. Все эти изма. Есть... Все они. И женская раса, и мужская раса, и все остальное. И он возьмет различия и будет усиливать его в ненависти. Он подталкивает к предвзятым выводам. Да. Вместо того, чтобы... Отлично сказано. Да. А вместо предвзятых выводов это должно быть силой... Дух Божий усиливает различия в любви. И вы подкрепляете, делаете друг друга сильнее этим различиям. Так здорово. Когда чернокожий человек, мулат, краснокожий, желтокожий, белый человек, когда они все собираются вместе, каждый из нас видит все под разным углом. Но когда мы все собираемся вместе, как сказал Крефло Доллар, я не понимаю, почему белые люди хлопают раз, два, три, четыре. Чернокожие люди хлопают раз, два, три. Я этого не понимаю. Но вместе мы хлопаем и в сильную, и в слабую долю. О, это так здорово. Разве это не здорово? Мне это нравится. Но истина здесь в следующем. Мы увидим это прямо здесь. В третьей главе послания Иакова, в 14 стихе. «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину или на Слово Божье. Держите свой рот на замке. Ничего не говорите». Это так здорово. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость... И в Луке 11, 49 Иисус назвал записанное Слово Божье «мудростью Божьей». Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива. Речь о Слове Божьем. Полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Я могу взять Слово Божье и сказать, я исцелен, когда все симптомы во мне говорят, что я болен. И я не буду лицемером, говоря это. Однако, с другой стороны, я рожденный свыше чада Божье. И Слово Божье говорит, ранами его вы исцелились. А я говорю, что я болен. Это лицемерие. Вы говорите, что вы верите Слову Божьему, но вы Ему не верите. Я верю, что Господь повел нас здесь поговорить сегодня о сварливости, раздоре, стрессе, горечи и непрощении. Иисус сказал, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Та же самая духовная сила, которая исцеляет, сверхъестественная сила веры и сверхъестественная сила Божья, помазание Божье, которое снимает бремена и уничтожает ермо, является той же самой силой, которая удаляет грех, прощает грех. Прощение удаляет его. Итак, у нас есть данная Богом сила прощать, которая была вложена в нас силой Божьей. И что я слышу, и чему учусь от вас, это то, что этих токсинов вообще не должно было быть в мозге. Они в буквальном смысле, в буквальном смысле являются токсинами, ядом. Они не просто являются плохими мыслями, они являются химическими силами, которые разрушают сам мозг. Это искажение. По сути, это что-то хорошее в неправильных количествах. То есть, когда хорошее пошло не так. Это искажение, беспорядок, неустройство. То местописание, которое вы прочитали, именно это и происходит. Токсичное мышление порождает полное неустройство. Например, кортизол очень важен. Без кортизола вы умрете. Но если кортизол выбрасывается в неправильных количествах, он уподобляется аккумуляторной кислоте и в буквальном смысле начинает разрушать клетки мозга. По сути, наш организм не образует каких-то вредных веществ. Он берет то, что уже есть, и искажает это. То есть, все дело в неправильных пропорциях, неправильных количествах, искажениях. Белки сворачиваются в неправильную структуру. То есть, это все беспорядок, неустройство, о чем и говорит Писание. Поэтому, когда мы делаем что-то неправильное, у нас на физическом уровне проявляется именно то, что сформировано внутри нашего мозга. И затем это порождает болезнь в нашем теле. Поэтому это местописание является настолько подходящим для этого. И так мы реагируем неправильно. Например, стресс. Мы все считаем его чем-то плохим. Но в действительности стресс – это удивительная вещь. Он помогает нам быть сосредоточенными и четкими. Стресс – это когда ваш организм в буквальном смысле включается, и у вас учащается сердцебиение. Сосуды, снабжающие кровью сердце, расширяются, что означает, что усиливается приток крови, и в ваш мозг поступает больше кислорода. Это состояние, в котором вы сосредоточены, в котором вы все во внимании, и в котором вы можете радоваться, несмотря на обстоятельства, в котором вы можете настроиться на Духа Святого. Это в том случае, если мы отреагировали правильно. Но если мы реагируем неправильно, мы берем все те же самые вещи. И я объяснила только две, касающиеся сердца и кислорода в мозге. Если мы реагируем неправильно, тогда мы изменяем всю модель. То есть, вместо того, чтобы сердце билось правильно, вместо того, чтобы кровеносные сосуды расширялись, они сужаются, вследствие чего у вас повышается риск инфаркта. Ваш мозг не поступает достаточно кислорода, вследствие чего у вас повышается риск инсульта. Недостаточность кровообращения также повышает у вас в мозге риск инсульта. Другими словами, то, как мы реагируем на события и обстоятельства, вызывает у нас либо хороший, полезный стресс, либо стресс, который является чем-то хорошим, может быть искажен, если мы реагируем неправильно. И на основании Второзакония 3019, когда мы делаем неправильный выбор, мы оказываемся в негативном стрессе. Итак, мы это называем, первая стадия стресса является полезной, хорошей и позитивной. Негативным стрессом мы называем вторую стадию и третью стадию стресса. Вторая и третья стадии – это просто искаженные истины. И научные исследования показывают, что если вы реагируете, это так интересно. Если вы реагируете неправильно на какое-то событие или обстоятельство и загоняете себя в негативный стресс, то в течение следующих 12 месяцев это на 43% повышает у вас риск смерти. Разве это не ошеломляет? Скажите это еще раз. Задумайтесь, когда вы ходите в любви и вы прощаете, вы избегаете всего этого стресса, вы будете жить дольше. Да. Вы пребываете целиком в позитивной зоне, поэтому все работает так, как оно должно работать. Когда вы думаете о ком-то, кто поступил с вами несправедливо, вы говорите «Господь, я прощаю их, я молюсь за них, помоги им». Я абсолютно убежден, что именно поэтому Иисус сделал эту заповедь. Прощать, да. Это не что-то на ваше усмотрение. Это заповедь. Это заповедь. Да. Прощать. Я думаю о том, что говорит Библия. Послание к Ефесянам 4, 29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только что. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе. Да. Или «ради Христа простил вас». На первый взгляд кажется, что это ради Иисуса. Но нужно помнить, что Христос – это не его фамилия. Здесь это слово «Христос» указывает на помазание. Слово «Христос» является греческим переводом слова «Мессия». Оно указывает на помазание. И оно означает помазание. Или оно указывает на помазанного, которым, конечно же, является Иисус. Конечно же, их невозможно разделить. Но в данном случае, мы – тело Христово. Мы – тело этого помазания. Мы должны ходить в силе, в исцелении и освобождении постоянно. Да. Это? Это наше нормальное состояние. Нормальное состояние. Мы – тело помазания. Оно там. И оно должно течь. Да. Аминь. Я абсолютно согласна. И не прощай, не перекрывай. Это то, о чем говорит наука. Безусловно, потому что если посмотреть на Марка 11.23, скажите горе, и она вернется в море. Но сначала простите. О чем бы вы ни просили своего отца, будет вам, но прощайте. Поэтому это также в дополнение к тому, что вы говорите. Если мы собираемся разбираться с горами в нашей жизни, у нас должно быть прощение. И что можно видеть из научных исследований в отношении того, почему нам нужно прощать, почему для нас полезно прощать, это то, что когда кто-то обижает нас, для нас это своего рода порция токсичности. Мы взяли то, что они нам сделали. И мы встроили это в свой ум. Оно встроено. Оно является частью нас. Оно влияет на нас. И это означает, что есть открытая дверь для того, что сделали эти люди, что бы это ни было. Они могут соединиться с вами. Из квантовой физики мы знаем, что была установлена и создана связь. Потому что вот эта физическая вещь существует в вашей голове. Поэтому, что бы те люди вам не сделали, оно соединено с этим. Какое бы проклятие они не произнесли на вас, какие бы негативные вещи они вам не сказали, проклятие, имеющее основание, сбудется. Вы открыли двери для него. Да. А проклятие, не имеющее основания. Если я прощаю, я удаляю это из своей головы. Я отдаю это Богу. Это удаляется из моей головы. Извините, я не собиралась вас это бросать, Глория. Это удаляется из моей головы. Это в руках Бога. И затем я могу активировать второе Фессалоникийцам 1.6, которое говорит, Бог, оскорбляющим вас, воздаст скорбью. Но важно, чтобы вашу связь с Богом не нарушали никакие помехи. Мы удалили это из своей головы. Мы простили, мы отпустили, мы удалили это. Мы в буквальном смысле удалили это из своей головы и разрушили эту связь с теми людьми и отдали их в руки Бога. Поэтому, если мы храним это у себя в голове, мы уязвимы, что бы там ни было, даже если мы являемся жертвой. Знаете, есть грех, который является чем-то произвольным. Есть мучение, которое является чем-то непроизвольным. Поэтому, если вы были проданы в рабство или избиты, или с вами случилось что-то ужасное, вы в этом не виноваты. Но в вашем мозге это будет выглядеть точно так же. Поэтому нам все равно нужно простить. Если люди говорят что-то про вас, вы в этом не виноваты. Люди говорят что-то плохое или еще что-то. Это мучение. Но нам все равно нужно простить. Иначе мы соединены с теми людьми. Мы соединены с той ситуацией, в результате чего наше тело оказывается уязвимым для болезни. Это влияет на наш ум и на наше духовное развитие. Именно поэтому Иисус и заповедал нам любить своих врагов. Не позволяйте им попасть внутри вас. Никогда не позвольте. Никогда не позвольте этому врагу попасть внутри вас. Да, это тот враг вас. Это его ДНК внутри вас. Задумайтесь над этим. Я состою в завете с Богом. Да. Я выполняю порученные мне Богом. У меня есть взаимоотношение завета с Глорией. Я пообещал Богу защищать ее. И я буду это делать. У Бога есть ответственность по завету по отношению к нам. А у нас есть ответственность по завету по отношению к Нему. И я понимаю это. И я разговариваю с вами. Вы понимаете почему? Вы удаляете это. Вы не позволяете себе соединяться с этим врагом. Врагом. Чтобы он больше не мог влиять на вашу жизнь. Это мощное знание. Да. Поэтому прощение действительно предназначено для того, чтобы сохранять свое здоровье, свое психическое здоровье и свой дух, душу и тело цельными. И прощение является заповедью. Знаете, чем больше научных исследований я провожу, тем больше я прихожу в восторг от Бога. И я люблю его еще больше, потому что он просто открывает. Я восторгаюсь им все больше, больше и больше, потому что я вижу, как все то, о чем я читаю в Слове Божьем, раскрывается в области науки. Подтверждается. Все больше и больше данных о том, почему мы должны прощать. Ваше откровение Слова Божьего дает вам откровение в области науки. Раскрывается в науке. Да, верно. Поскольку именно Слово Божье и сотворило естественную сферу. Да, с самого начала. И наука просто догоняет. Она является еще одной возможностью, осязаемой возможностью посмотреть на Бога. Еще одной возможностью увидеть, как Он настолько славно благословил нас, и как все работает. И это так здорово. Дошло до того, что когда я провожу какие-то научные исследования, и я должна заниматься ими хотя бы два часа в день, чтобы не отставать в этой области, и я провожу их параллельно со своим изучением Библии, доходя до того, что мне сложно продвинуться дальше двух строк в Писании, потому что оно так восхитительно, потому что в этом жизнь. И я всегда думаю о том, когда речь идет о примере, сколько бы раундов ни продолжалась игра, вы всегда играете, чтобы победить. Знаете, это всегда сидит в моем сознании. Если мы будем упорно продолжать это делать, мы всегда будем побеждать. Всегда. Понимаете? Мы всегда будем побеждать. Если люди смогут получить это откровение о той силе, которую дал нам Бог, чтобы побеждать, преодолевать, как бы все ни выглядело. У нас осталось буквально пару минут. И есть кое-что, о чем бы мне действительно хотелось бы поговорить на следующей неделе. Как будет вести нас Господь? Чтобы разобраться со скорбью. Это самый большой стресс. Да. Который когда-либо переживает большинство людей. Безусловно, негативный стресс, да. Скорбь приходит от потери. Это чувство потери, утраты. Дух скорби – это дух потери, утраты. Писание говорит нам не скорбеть. Мы не являемся теми, у кого нет надежды. Иисус взял на себя наши скорби и понес наши печали. Мы должны противостоять скорби, так же, как мы противостоим греху. Скорби, потери, депрессии. Ко мне пришло слово от Господа. Я боролся с депрессией, и Бог просто избавил меня от нее. Фактически, когда Глория молилась за меня, что было частью всего того процесса, о котором я вам раньше рассказывал. Да. У нас осталось буквально несколько секунд, но я хочу… Углубиться в это больше. Я хочу сейчас это сказать. На следующей неделе. Господь сказал, депрессия – это скорбь о каких-то вещах, которые ты пока еще не потерял. Но ты смотришь на это, как на потерю. И оно так продолжается и продолжается, и дьявол завладевает вашим умом, и начинается весь этот процесс. И необходимо служение, у которого есть истина и сила Божья, чтобы сломать эту клетку. Да, безусловно. Кажется, как будто из этого нет выхода. Нет выхода. Но он есть. Он есть. Потому что я знаю, я выбрался из этого. Бог вытащил меня. Что ж, на следующей неделе я приведу вам некоторые научные факты, которые показывают, какую силу дал нам Бог, чтобы выбираться из психического нездоровья. Есть две вещи, о которых мы хотим поговорить на следующей неделе. Во-первых, мы поговорим об этом. Во-вторых, о травматическом повреждении мозга. Да, о травматическом повреждении мозга и о времени изменения. Да, да, да. Изменения близко. Слава Богу. Да, аминь. Мы вернемся через минуту. Когда наша передача только начала выходить в эфир, я не хотел собирать на ней пожертвования. Это было много лет назад. Особенно, когда она выходила на радио. Тогда, в то время, в эфире звучало много всякой ерунды. Когда начинали просить денег и все остальное. И я сказал, Господь, я не хочу собирать пожертвования. Мы не будем этого делать. Нет, ответил он. Это не по Писанию. Не стоит так делать. Он сказал, пятница должна быть на передаче победоносный голос верующего днем пожертвований. Потому что ты должен... Позвольте мне просто прочитать сейчас это. Вот что он сказал. Наставляемый словом, делись, или отвечай, всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, и от плоти пожнет ление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь. Жизнь, или зоэ на греческом языке. Жизнь вечную. Одно мы знаем точно. Иисус сказал, сеятель сеет слово. И сатана сразу же приходит, чтобы украсть его. Ему никуда от этого не деться. Он ничего не может вам сделать, если вы отказываетесь говорить то, что он говорит. Иисус сказал, я говорю только то, что слышу, как говорит мой отец. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Это небесный процесс, который был запущен на этой земле со дня сотворения. В сатане никуда от этого не деться. Мы с вами благословлены этим небесным Божьим процессом. Если вы только начнете смотреть на этот процесс, смотреть на отца и говорить то, что говорит он, тогда он сможет делать свою работу. И что мы здесь делаем? Мы пожинаем жизнь вечную. Вечную. Когда вы сеете в это послание и принимаете его, первым делом вопросите Бога, что ты хочешь, чтобы я посеял. И как сказала тогда им мама Иисуса, что скажет он вам, то сделайте. И когда вы это делаете, начинают пускаться корни. Ваш дух входит жизнь. И это слово начинает укореняться там. И что оно делает? Начинает контролировать и управлять вашим мышлением. И тем самым оно управляет всем вокруг вас. Отец, мы молимся. Спасибо. Открывай, пожалуйста, нашим партнерам и всем, кто меня сейчас слышит, как они финансово могут участвовать в этом служении. И мы воздаем тебе честь и хвалу. Мы высвобождаем силу и умножение веры во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите больше узнать о нашем служении, о Господе Иисусе Христе, о Слове Божьем, воспользуйтесь информацией на вашем экране. До встречи в понедельник. Слава Богу. А пока мы Кеннет, Глория и доктор Каролайн Лив. Я в таком восторге от этого. Я так рад, что вы здесь. Мы вернемся в понедельник. До встречи. И помните, что Иисус – Господь. Иисус – Господь. Иисус – Господь. Иисус – Господь. Субтитры создавал DimaTorzok